Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Сегодня Международный день музеев. Это свято людей, которые выбирают, выучают, экспонуют, заховывают нашу культурную спадшину. Это чаканные свято для наведленников, которые знают, что музеи, что год, рыхтуют особую программу. Сегодня у нашей студии ведущий навыковый сотрудник Национального мастерского музея Надея Усова. А так само представники Национального центра сучастных мастерств, наместник директора Олеся Иноземцева и ведущий навыковый сопрацовник Вольга Вишнева. Конечно, хотелось бы поинтересоваться, за что любите свою работу и какие эмоции она вам дарит? Надежда Михайловна, давайте с вас начнем. Давайте начнем с меня, потому что в этом году я буду праздновать свой личный юбилей. 40 лет работы в музее, да, так много, тем не менее, у нас есть и более такие долгожители, рекордсмены. Но пока так... Но это традиция музейная. Многие люди приходят и остаются там на всю жизнь. Можно вспомнить известных людей, которые и возглавляли наши музеи, это легенды. У нас есть люди, которые будут праздновать очень скоро 50-летний юбилей. Поэтому на моих глазах, в общем-то, музей превратился в то, что мы имеем сейчас. И, конечно, я считаю, что работники музеев обладают одной большой такой способностью быть молодыми. Говорят, что сама атмосфера музея как-то консервирует, гармонизирует. И многие сотрудники выглядят намного моложе своего возраста. И, кроме того, мы всегда находимся в окружении прекрасных картин, творческих людей. Правда? Всегда, что происходит что-то новое, потому что музей сейчас не просто хранилище искусства. Это такой центр, центр культуры, центр досуга, в том числе и городского населения. И вы, можно сказать, живете этим творчеством, наблюдаете, оно рождается на ваших глазах? Да, постепенно изменяются формы работы, и они становятся все более разнообразными. Это очень радует. Ну, я присоединюсь. Единственное, что, наверное, в нашем коллективе сегодняшнем здесь, который собрался с самой молодой сотрудникой, я недавно пришла работать в эту сферу, но полностью согласна. Да и вообще современное искусство, оно помоложе, чем классическое. Да, это отличается. И наш центр, он отличается от, скажем, классического музея, потому что у нас, как таковой, нет постоянной экспозиции. Хотя мы и выполняем все функции по отбору, по сохранению, по даже там реставрации неких предметов, уже музейных предметов современного искусства. Но, тем не менее, у нас основная задача, которая и работа в центре проходит, это, конечно, новые проекты. Проекты современных художников, как наших белорусских, так и зарубежных. И вот здесь можно подтвердить, что это постоянный круговорот событий в культурной сфере. Причем, учитывая специфику нашего центра, это не только изобразительное искусство, это и ряд других видов искусства, это театр. У вас вообще широкий диапазон, все можно увидеть. Да, поэтому здесь, скажем, здесь уже открыли секрет молодости, да, вот в нашем центре, наверное, он ускорен и, может, там, как-то сказать, да, увеличен несколько раз. Надежда Михайловна представляет наш главный национально-художественный музей. Но в то же время, вот, новое явление, современное искусство, оно, может быть, какие-то средства выражения, какие-то направления, они чуть позже пришли к нам, чем в других странах, где они зародились. Тем не менее, у нас появился национальный центр современных искусств, это очень хороший знак. И все-таки, чтобы провести какую-то грань, классическое искусство, современное искусство, где проходят черта между ними? Вот вы знаете, сказать, что есть резкая граница, это, ну, как сказать, вот музыка, современная или несовременная. Есть, конечно, направление, там, академическая музыка или там музыка мастеров, которые жили и творили в 16-18 веке, но мы же ее слушаем и слушаем с удовольствием, и она по-современному звучит в сегодняшнем дне. А также и искусство, с учетом, ну, скажем, нашей жизни в сегодняшнем дне, с учетом тех нововведений, которые мы испытываем, есть свои особенности. Мы все должны уже признать, что Кафаг состоялась такая, скажем, эра цифровой революции, о которой говорили исследователи, и говорят, и если пять лет назад еще говорили, что цифровая революция как бы развивается, и в нашем обществе существует, то сейчас уже констактируют как факт. И даже мастера старой школы не могут игнорироваться, не замечать новые технологии, новые средства выражения. Конечно, это и всех музеев касается, независимо от того, это Национальный художественный музей классический или мы, мы должны все уже работать с учетом потребностей людей, их жизни в интернет-пространстве. А это значит цифровизация искусства, в первую очередь. И отсюда новые направления, такие как цифровое искусство, видео-арт, сайенс-арт. Это, конечно, уже, скажем, современное искусство в таком понимании этого слова. Надежда Михайловна, а как экспозиция Национального художественного музея, ваши фонды пополняется работами современных художников? Ну вот я бы добавила, что к тому сказанному Алисе, что они фиксируют искусство, созданное здесь и сейчас. Национальный художественный музей выражает все-таки более такое отстоявшееся искусство, но соблюдает наша фондозакупочная комиссия такую временную дистанцию. Нам нужно, чтобы был резонанс определенного этого произведения искусства, чтобы оно было признано, чтобы оно уже как бы оформилось в какой-то феномен искусства. Поэтому мы немножко ждем, мы выжидаем, когда это... Когда художник прославится, когда его работа станет известной. Мы совсем молодых художников не закупаем, в отличие от Центра современного искусства. Попасть в художественный музей, быть закупленным художественным музеем фондозакупочной комиссии очень сложно, но подарить можно. Мы охотно принимаем подарки молодых художников. У нас есть в коллекции уже работы 35-летних художников, наших современников. Это факт. А самый молодой художник в художественном музее, который представлен в экспозиции, это художник 21-летний. Это Аполлинарий Горавский. Его курсовая работа – третий курс. Но это художник XIX века. Ну, вы знаете, как бы всё правильно, но с другой стороны, я думаю, что люди, у которых там в частных семейных коллекциях где-то работы молодого Ван Гога, они благодарны своим предкам, что они разглядели и приобрели их в своё время. Да, конечно. Поэтому, может быть, как здесь, игнорируя молодые таланты, да? Когда не было музея, когда не было центра современного искусства, мы покупали и дипломные работы выпускников. Ирина Васильевна Алладова купила дипломную работу Щемилёва и Савицкого. Но сейчас у нас есть конкуренты, наши коллеги, которые призваны заниматься именно этим. Поэтому мы немножко разграничили наше пространство, и каждый занимается своим делом. Скажите, вы закупаете работы? Они в чьей собственности находятся? Какая практика, да? Вы имеете в виду работы, которые мы закупаем? Обычно закупка происходит непосредственно от автора, от художника. То есть от того, да, человека, который написал картину. То есть это не выставка, да? Это работа, которая уже в собственности? Нет, конечно. Это работа всё равно какую-то свою историю имеет. Она минимум выставлялась. В этом году мы, например, закупали победителей премии в области изобразительного искусства. То есть это не просто работы, которые были выставлены на нескольких выставках, в том числе общереспубликанских или международных, но и которые получили признание со стороны профессионального жюри. И это уже послужило таким неким отборочным этапом для того, чтобы попасть непосредственно на наши фонды или фонды, например, Национального художественного музея. Наши коллеги тоже закупали несколько работ. И дальше, ну, конечно же, мы работаем непосредственно с авторами, потому что это право, которое передаётся вместе с работой. Автор передаёт право на все исключительные права. Надежда Михайловна, вы уже сказали о своём стаже работы в Национальном художественном музее. То есть вы много видели. Видела. Что вас сегодня ещё может удивить? И что удивляет в работах современных художников? Вообще белорусское искусство современное. Я каждый раз поражаюсь, насколько оно разнообразно и как много в нашей стране талантливых художников. Это просто удивительно, что, казалось бы, есть страны, ну, исторически предрасположенные к искусству, например, Франция. Но белорусские художники как губка впитывают всё новое, а иногда и опережают события, да? И совершенно великолепные художники, их даже нельзя сказать, что там их 10, 20, их сотни. Я вот недавно вернулась из Витебска и увидела просто превосходную витебскую школу современную, потому что там есть учебное заведение, которое празднует свой юбилей. Минские художники, а художники провинции, которых мы не знаем и которые нас удивляют, продолжают удивлять. Я считаю, что мы сейчас должны больше обращать внимание на искусство, которое считалось раньше маргинальным. Это искусство наших городов, областных городов, даже районных центров. Вот прекрасный всплеск. Лариса Журавовича есть такая художница, она из Белыничьей. Замечательная художница. Просто удивляешься, насколько разнообразное искусство. Да, меня может удивить перформанс современный. Это замечательный пласт искусства, который мы, к сожалению, не собираем, потому что это нужно записывать на видео и хранить это. Фотография великолепная, современная, белорусская. Вот наш Национальный художественный музей не имеет такой коллекции фотографической. Скажите, вы имеете такую коллекцию? Скажите, кто-нибудь записывает перформансы? Потому что это ведь, ну, они неповторимы, да? Да, да. Нельзя... Прежде всего, сами перформеры записывают. Они уже научились, как себя рекламировать. То есть это можно сохранить, да? У нас буквально в прошлом месяце была принята новая концепция развития нашего Национального центра на следующие пять лет, которая предполагает в том числе создание медиатеки. Вот, очень важно. И новых коллекций нашего фонда с учетом все-таки вот этих новейших тенденций развития современного искусства. И, отвечая на ваш вопрос, да, мы пришли к тому, что необходимо... То, что записывают авторы, они записывают для себя. Это их как бы рабочий материал. У нас же предполагается, сейчас мы разрабатываем над нормативной базой, все-таки осуществлять именно сохранение, как вы говорите, вот хранение данных видеозаписей уже именно в форме медиатеки. Вопрос к Ольге Вишневой. Вы постоянно общаетесь с посетителями, вы работаете в выставочном отделе. Как сегодня люди воспринимают современное искусство? Насколько им понятен этот язык? Какой контингент больше приходит к вам? У нас проходят разные выставки, и совершенно разный контингент посетителей приходит. Я хочу сказать, что белорусский зритель, он очень внимательный, он пытается разобраться, пытается вникнуть, все прочитывает, какие-то концепции, он как будто испытывает голод по искусству. Вот, например, такая аналогия. Кто-то говорит, я не понимаю этого современного искусства, но можно и не понимать иностранный язык, пока ты его не выучил. Надо ли учиться понимать, овладевать какими-то знаниями, азами, читать в интернете, покупать альбомы, либо даже неподготовленный зритель может на таком интуитивном, на чувственном уровне оценить и понять это современное искусство? По-разному. Я думаю, что это задача нашего центра современных искусств воспитывать своего зрителя, знакомить его с современным искусством. Это наша работа, по сути. По выставкам, которые мы проводим. Надо растолковывать. Вы знаете, небольшой перерыв мы сделаем, и потом я всё-таки спрошу, где можно этому всему научиться, потому что в школьных учебниках, я помню, какие были иллюстрации. Да, конечно, мы все помним. Да. То есть портрет, реализм, вот это вот. Мы на этом учились и росли. Но сейчас мы открываем для себя всё новое искусство, и как его понимать? Я думаю, что об этом мы тоже поговорим, напомним наши телефоны. Пожалуй, начнем с вопросов, да? От ценителей, от любителей искусства, от неравнодушных людей. Кстати, я удивлена очень, что столько много вопросов, и такие вопросы довольно профессиональные. Ну, конечно, первое, что они вам делают, они вам желают здоровья в работе вашей удачи и поздравляют с праздником профессиональным. Говорят, интересный очень праздник. Некоторые говорят, что для себя они впервые его открыли, но тем не менее. Итак, пойдем по вопросам. Первый вопрос. В каждой отрасли Беларуси есть свои музеи. К примеру, музей жизнодорожный, музей медиков, музей авиа в аэропорту, музей на коммунарке есть. Хорошо было бы, как вы относитесь вот к этим музеям, и хорошо было бы, если бы там, в этих музеях, были какие-то произведения людей, которые имеют какое-то отношение. Какие-то таланты, может быть. Как оформить, преподнести, чтобы они стали более интересными. Вот чтобы вы им посоветовали интересными. Ну, я хочу сказать, что у нас тоже очень распространены такие, знаете, корпоративные музеи. Например, мы помогали создавать музей таможенной службы. Я знаю, что есть музей пожарных. Да. Очень, кстати, посещаемый. Интересный музей. Очень интересный музей. Криминальный музей есть. То есть у нас при каждой организации, в общем-то, стараются какую-то историю собрать. И это очень здорово. Это замечательно. Мы всячески приветствуем. И мы, если к нам обращаются в Национальный художественный музей, например, Музей медицины, то мы с удовольствием даем на временное хранение наше произведение искусства. Там какие-нибудь портреты медсестер известных. Ну, мало ли что, врачей. Это здорово. Вот при оперном театре, например, есть музей. Вы знаете это? У них есть музей. И архивы есть очень хорошие. Вот такой синтез, да, сделать? Да. Даже вот я хочу привести маленький пример. Это музей при детском доме творчества в Смиловичах. Да, вы знаете, что в Смиловичах родился Хайм Сутин. И вот это был музей. Два класса они выделили. И что вы думаете, прошло 10 лет? 3000 посетителей в год. Нормально? Вынуждены были кассовый аппарат приобрести. Уже как-то статус изменить. То есть это здорово. Люди охотно путешествуют. Они хотят знать как можно больше в разных областях знаний. Так что здорово, если это будет. Да, вот звонила еще Менчанин, большой, я так поняла, поклонник музеев. Он говорит, что в каждом городе, когда приезжает, обязательно идет в музей. Есть ли сейчас интерес у белорусов к музею? Кто приезжает в командировку? Он бежит первым делом в художественный музей, например. Ну, я могу сказать коротко, что если вы хотите познакомиться с страной, с менталитетом нашего народа, с его, ну, историей, с его душой, вы должны посетить музей. И, конечно, наш музей, потому что исторический музей еще, ну, не построен так, как он должен быть. Хотя там тоже великолепные выставки, великолепные экспозиции. Вот. И когда люди приходят в музей, потому что искусство отражает, оно как зеркало отражает. Они уже по-другому смотрят на нашу страну. Конечно, музей обязательно для посещения. А вот как повлияла пандемия на посещение музеев? Вот, Олеся Александровна, у вас есть какие-то проблемы в этом смысле? Да, мы заметили, конечно, что было снижение активности со стороны посетителей в прошлом году, в 2020. Но, тем не менее, смотря на трудности, мы не закрывались ни на день. Наш центр работал. И, понимая те вызовы, которые перед нами поставила жизнь, мы, конечно, перешли. Опять же, больший уклон сделали в работу с виртуальными посетителями. Провели международный фестиваль «Техтильный букет» именно в онлайн-режиме, в виртуальном режиме. И ряд других мероприятий. И все это повлекло к тому, что к концу года мы ощутили, наоборот, достаточно заметный всплеск интереса именно к нашему центру и повышение посещаемости. И сказать, что мы закончили год и вошли в год на пике посещаемости за, по крайней мере, тот известный период, при котором я работаю в центре. И люди, вот уже Ольга говорила, все-таки соскучились. Очень многие соскучились за то время, когда пришлось провести, например, самоизоляцию, в карантине. Во-вторых, все-таки я отмечу, что белорусский зритель, он подготовленный во многом. Он знающий, он многопонимающий. И, конечно, поэтому его интересует. Его интересует искусство, история, традиция, новаторство. И со стороны и школьников, и взрослых людей, и, скажем, уже посетителей, как-то сейчас говорят, золотого возраста у нас приходят все категории. Надежда Михайловна, работали ли вы в формате онлайн? Конечно. Время пандемии, да? И это нам такой стимул оказался для работы онлайн. Сколько мы записали программ, лекций онлайн, и оказалось, что это очень здорово, потому что не каждый человек из провинции, из деревушки какой-то может приехать, посетить музей, но зайти на сайт и послушать лекцию, посмотреть видеоэкскурсию, посмотреть нашу какую-нибудь арт-историю, тоже очень популярная форма, оказалась совершенно замечательной. А у вас, Леся Александровна, вы пробовали такой формат? Да, мы сконцентрировались, мы очень много новых форматов ввели, от, скажем, QR-кодов в экспозиции в самой до проведения, но может, конечно, не в таком масштабе, как художественный музей, потому что здесь надо понимать, есть некое ограничение в материально-технической базе, в ресурсной базе, чтобы проводить полноценные онлайн-репортажи, лекции записывать. Но, тем не менее, мы сделали тоже очень большой рывок. И я вообще хочу отметить, для белорусских музеев это очень хорошо оказалось, потому что, к сожалению, вот этого материала в интернет-пространстве, касаемо белорусского искусства, было мало. И времени, может, не хватало на это? Ну, может быть, это да, как-то либо времени, либо ресурсов, может быть, не хватало. Здесь появилось время, и внимание перешло сотрудников в другую форму работы. И если российские музеи, европейские музеи уже давно начали эту работу, и, скажем, у них достаточно сильные проекты представлены в виртуальном пространстве, то белорусские музеи, ну, я считаю, что это такой старт, который мы начали в прошлом году. Да, и это даст хорошую динамику. Вот такой еще вопрос. А я просто хочу уточнить, а у нас даже встал вопрос, перед нашей бухгалтерией мы поставили вопрос, в штат взять специалиста-видеографа, понимаете? Потому что это уже отрасль, она очень хорошо посещается, и мы можем отследить, сколько смотрят посетители наши, наш продукт. Сколько интересов. Причем не только повышается посещение, но и расширяется география. У нас появились виртуальные посетители из Кипра, Канады, то есть те люди, которые, ну, в принципе, может быть, никогда и не приедут сюда, и не знали до этого о существовании национального центра современных искусств. Вот еще ответ, вернее, да, ответ на вопрос Дмитрия, моего коллеги, а если вот человек не понимает, как ему объяснить, не понимает произведение, и все. Так вот слушатель говорит, если не понимаешь, приди еще несколько раз, почитай про это произведение. Говорит, можно не понимать, но все равно почувствовать. Вот, говорит, вспоминает себя маленького, когда он увидел картину в Бурлаке на Волге. Он говорит, меня поразила не эта баржа, а поразили глаза этих людей. То есть все равно что-то, говорит, все равно зацепит. То есть надо воспитывать у людей, у детей, может быть, делать какие-то выездные выставки в колледжи, в школы, как вы считаете? Ну, сейчас даже не то, что выезд, я знаю, что дети, это постоянные гости, например, у вас в центре, да? Они там не приходят ли только посмотреть, они участники этих мероприятий, которые вы проводите? Ну, в данный момент, да, вот только мы вели. Давай, Ольга Сергеевна, скажем. Сейчас у нас как раз проходит первая детская биеннале в Национальном центре современных искусств. Биеннале? Да. Мы так беспрецедентно, образом отдали весь второй этаж нашего корпуса детским проектам. Их интересно смотреть и взрослым. Например, есть зал, где дети придумывали архитектурные проекты для Минска через 30 лет. И когда их смотрят взрослым, мы понимаем, что если бы архитектуру для Минска придумывали дети, это было бы просто невероятно прекрасный город. Но и дети тоже, конечно, туда приходят. В залах они могут рисовать, выполнять задания всяческие. То есть такая выставка, которую интересно семье посещать. Ну, еще для них и мастер-классы различные. Да, да, вот как раз на День музеев 22 числа у нас запланирована большая программа и для детей, и для взрослых с мастер-классами. Ну, еще День музея сегодня, но по традиции к выходным приурочены вот эти мероприятия, потому что, ну, раньше очереди, во всяком случае, в Национальный художественный музей эти очереди стали легендарными. Легендарные очереди. Совершенно верно. Многочасовые, да. Расскажите про ваши ночи. Вот сейчас будет ночь музеев. Первая ночь прошла в 2004 году. Мы первые на нее откликнулись и абсолютно не представляли, что это такое. И, конечно же, поплатились за это, потому что интерес был настолько велик, а не было еще пристройки нашего нового корпуса, что мы объявили, конечно же, первую ночь боди-арт. Это привлекло такое, наплыв посетителей, что мы вынуждены были закрыть двери, иначе музей бы просто лопнул. Народ возмущался, стоял в очереди, кто попал, кто не попал. И в следующий раз мы уже были умнее. Конечно, мы уже даже стали формировать программу на площадке, чтобы развлекать эту очередь. И, конечно, это уже с пандемии ушло в прошлое. И сейчас все музеи Минска придумывают что-то такое интересное. У нас столько конкурентов сейчас, что уже как-то народ рассредоточился по разным точкам. И у всех очень интересные возможности. И всегда пресс-конференция, вот вчера была, я знаю, когда все музеи Беларуси рассказывали, что они покажут на ночь музеев. Так я знаю, что и люди вот так вот курсируют от одного музея к другому. Да, совершенно верно. И сравнивают. И потом так интересно читать в фейсбуке. Нам интересно, ну, знаете, как конкуренция же, да? И каждый музей борется за посетителя, за своего. И надо сказать, что это очень творческое время для всех. Особенно для нашей молодой команды. Они выдумывают какие-то невероятные вещи. И вот, ну и вам, конечно, карты в руки. У вас можно всякие делать. Совершенно фантастические, конечно, импрезы. Ну, и мы тоже стараемся. У нас тоже вот сейчас мы предложили расписать наше пространство, которое пустующее музей, как детскую комнату. Приглашаем художника, который распишет для детей, чтобы дети могли в уединенном уголочке сидеть и рисовать, пока взрослые пытаются проникнуть в суть искусства. Потому что иногда ребенок, ну, встает. Естественно, даже есть понятия такие музейные ноги, да? Ты ходишь, ходишь по музею, и ребенок должен непримерно сесть на пол, потому что он устает или на банкетку. Вот, поэтому какие-то вот мы тоже придумываем какие-то интересные вещи. Еще вот такой вопрос. В советские времена вспоминают, что детям до 10 класса был бесплатный вход в музей. И он предлагает датировать музей и действительно вот посещение музеев для детей сделать бесплатными. Ну, по крайней мере, может, не до 10 класса, но до 8 класса. Может быть, бесплатными для детей, но чтобы какие-то средства перечислялись в музей. Такой вариант. Ну, я знаю, что Эрмитаж принял такую программу. До 16 лет школьники все ходят бесплатно. Это прекрасно. И мы ощущаем, когда у нас был бесплатный день, насколько велика потребность посещения музеев и насколько люди пользуются этим бесплатным днем. Это понятно. Но, к сожалению, сейчас вот мы не можем принято такое решение, что все-таки хоть небольшую плату детям давать. Хотя я понимаю, что ну просто музеев достаточно много и, наверное, дотации государство не может всем обеспечить. То есть сейчас стоит задача, что музей, в общем-то, должен как-то зарабатывать. Плата очень небольшая. Ну, вот что такое 4 рубля, да? Вот на полное посещение музея для ребенка. Ну, это чашка кофе, в общем-то. Да? Ну, не знаю. Мне кажется, что это возможная такая оплата. Да, ну, к сожалению, просто, видите, вы упомянули Россию, ну, как и Эрмитаж, Лувр, несмотря на то, что это великолепнейшие, крупнейшие музеи мира, Это музеи, которые зарабатывают десятки миллионов. Они зарабатывают десятки миллионов, но, тем не менее, государственная дотация данных музеев гораздо больше, в несколько раз превышает их заработки. Это касается и Эрмитажа, и Лувра. Поэтому все-таки, ну, данный вопрос, наверное, без целевой государственной дотации сами музеи не смогут поднять, освоить. Хотя мы тоже, вот, у нас в национальном центре, к сожалению, и не было никогда льготных дней, вот посещений бесплатных. И по нашей экономике мы не могли к этому прийти. Может быть, и как заработать, и в то же время помочь людям, у которых есть такая потребность. Вот мы говорили, мастер-классы для детей, а для взрослых, чтобы они что-то попробовали для себя новое. А мы давно перешли уже на эту форму работу. обучающие, чтобы они понимали смысл и полюбили современное искусство. Вот у нас уже год, наверное, больше года целенаправленно работа идет на работу с семейной аудиторией. И, кстати, вот 22-го числа мая, о которых вот Ольга Сергеевна сказала, мы приглашаем не на детский праздник, мы приглашаем на семейный, потому что программа подготовлена именно так, чтобы и дети могли себя занять, и взрослые вместе с ними. Есть совместные мастер-классы, к которым не только можно, но и нужно участвовать маме, папе, бабушке, дедушке вместе с детьми. Мы уже проводили подобный опыт перед Новым годом, и это показало великолепную актуальность, потому что, более того, я вам скажу, когда я пришла в один из залов, где был мастер-класс, я увидела полностью занят стол взрослыми посетителями, которые сидели с радостным предвкушением в глазах, ждали, когда же с ними начнут работать по мастер-классу. Хотя мастер-класс рассчитывался на детей 6+. И после этого мы скоординировали программу. 22 числа — это как раз семейный праздник, где даже если дети устанут, там найдутся, где посидеть или чем заняться, чтобы и взрослые параллельно, когда дети занимаются мастер-классом, смогли пройти и посетить экспозицию с экскурсией. с праздником вас. Благодарю. Удивительное явление музея. Все-таки вы и историю сохраняете для потомков, для будущих поколений. Потому что все, что сейчас кажется, даже современное искусство взять, оно станет когда-нибудь классическим. И это может быть то немногое, о чем могут люди в будущем поколении судить, какой была жизнь сейчас. Поэтому спасибо вам и за это тоже. В нашей студии сегодня были ведущий науковый супрацовник Национального мастерского музея Надея Усова, представники Национального центра сучастных мастерств, наместник директора Олеся Иноземцева, и ведущий науковый супрацовник Ольга Решнева.